продолжение по поводу ржавчины моего невасика напомню я отставлял машину товарищу он не почистил пороге до металла и сделал в несколько слоев то есть вот так вот обработал а до этого я обрабатывал покупал там битумную какую-то штуку покрывал каждый год и думал что будет части но как в предыдущем ролике все вскрыли было ржавчина так продолжение к тому в ролику смотрите поднял машину компрессор у меня есть приподнял машину на домкрат купила себе вот такую штуку вот открыл пробку в пороге и будем сейчас туда заливать отработку конечно вот так я пытался посмотреть что там не видно зальем отработку масло слава богу у меня это все есть насколько она будет бить вот смотрите сейчас у меня здесь вода сейчас я так возьму здесь не залито вода принципе можно помыть вот таким образом можно и пену помыть или там радиаторы очень мягенько бьет но с давлением сейчас воду я вылью налью сюда масло и будем с вами заполнять порог изнутри для чего это все будем делать чтобы так как мы сверху нанесли новую краску там с эпоксидной смолой как как-то там но не знаю фидан там резиновый слой еще какой то есть и теперь чтобы нам изнутри все это защитить мы засовываем туда пистолет с отработкой и под давлением ну наверно до сюда до до половины добьет может дальше и потом с той стороны сзади тоже колесо сниму тоже там есть пробка и будем заполнять ну вот я думаю смотрите какой то есть сантиметров он будет брызгать 70 ну да до половины здесь достанет у меня смело потом с той стороны и посмотрим откуда здесь будет капать погнали работаем ну и пока так близко и колесо снято про лифт расскажу вот смотрите магазинный лифт установили сюда то есть под шаровую по моему три сантиметра новая пружина не русская и 3 сантиметра полиуретановая проставочка так сделали вот здесь вот видите мы поставили там 4 шайбы тоже вот установили с рпм стальной редуктор переднего моста самоблоком у меня там стоит есть такая контора satax вот все это и у меня амортизаторы газом масла по моему впереди каяба стоят азади мандру да так вот вот но у меня отработка и сейчас мы и зальем аккуратненько обычная отработка там когда масло например двигатель я меняю я всегда прошу их мне налить канистру он бывает в бане там пользуешься для розжига короче все свое забираю с собой чтобы новую баночку не испачкать как это будет работать сейчас посмотрим залил в пистолет думаю как же он работает начал пробовать брызгать ну вот смотрите такая пыльца а если на этом смотреть то есть вот она вот она масло видите все черненькое то есть изнутри мы будем подавать масло орошать изнутри полость и вот ставил туда пистолет и погнали и вот поднимаю то вверх то вниз то в бок и потихоньку вытаскиваю подает тем самым и изнутри делаем маслянистую пленку на порогах место там я бы сказал прилично я бы сказал прилично как это получится не знаю конечно сейчас полью будет если выливаться я вам тогда покажу дальше не знаю видно не видно но масло выходит даже вот специальные есть отверстие внизу чтобы вода сливалась то есть масло выходит даже вот около заднего колеса но на камеру не видно ребят еще чё хорошо смотрите вот щели есть например я вот беру прям сюда вот набиваю со всех щелей вылетает то есть даже изнутри мы все равно делаем определенную пленку мысли не стоили какую то есть я как бы делал антикор сновья вот например смотрите вот туда чё хуже будет смотрите капать на чего видите все капает отлично ребята такая вещь прикольно отлично так вот смотрите сюда я уже нолью и со всех щелей сейчас покажу то есть вот масло капает здесь масло начало капать сейчас снизу вот залезу вам покажу компрессор у меня свой вот эту штуку стоит 900 рублей но она вот вот смотрите масло потекло получается что курок уже насытился отработкой вот его и вверх и вниз и все и мы полностью обработаем изнутри парок ну вот снизу показываю масло стало идти со всех технических щелей то есть отовсюду выливается масло вот так вот сейчас фокусировалось нормально ну и не стал я стесняться вы вот он короб взял туда тоже отработки забил короче какие полости вижу и забиваю сейчас снимем заднее колесо то есть спереди я уже да почти она вот один раз отсюда капает значит достает но все равно заднее колесо сейчас снимем пробку тоже откроем и попробуем с этой стороны пробить дальше думаю хуже не будет заднее колесо снял подложил а то хрен узнает упадет не упадет подкрылки у меня без сверления называется вот они просто туда в поставляются вот так примерно покажу и вот так вот вытаскивать одной рукой неудобно но я все-таки все равно на два самореза фиксирую их и все сейчас сниму пробочку и будем дуть дальше ну и пока снял покажу вот изнутри у меня уже обработано сновья я обрабатывал когда в тольяте машину брал какой-то жидкий жидкая резина чет примерно так это все выглядит так вот пока снял покажу вот они пружина плюс 50 которые мне пришли стоимость пружин это производитель 3000 рублей у них на сайте написано плюс 50 плюс я установил 30 сантиметров резинку здесь пластиковая у меня была резиновая аркадий гает на хрена зачем быть металлической ставь пластиковую то есть поставить на пластику вот так вот она встала так кардан у меня см профи видно да вот и не знаю видно будет не видно вот они желтые это для амортизаторов увеличивается крейнштейн для амортизаторов сейчас вот так может покажу да вот вот он получается заводской ниже стоит амортизатор ниже а этот выше стоит то есть чтобы не менять амортизаторы здесь у меня монро стоит вот он поднимается ну что сейчас вот она пробочка сейчас мы ее отковырнем и будем бить дальше вот снял пробку и какой толстый слой антикора то есть я ковырял ковырял где-то с миллиметр наверное вот жидкая резина у меня плюс кисточка здесь еще обрабатывал поверх но видно что защита здесь у меня такая приличная вот по моему опыту 10-минутному вот тут 850 ну около литра ну 700 я залил и сейчас 500 залил то есть литр 200 литр 300 на эти пороги ребята за глаза залить можно пол машины то есть она не струей а брызгает так сказать распыляет тем самым равномерно наносит по краям начал заливать процесс пошел вот и вниз его опускаю и как раз если доставать будет вот этот вот шов а вот масло уже побежало видите то есть вот этот шов достанем средний шов достанем и получится вообще отлично думаю не сложно очень не сложно ну не знаю перешел короче я на новый уровень тут у меня было полтора литра принес еще пятилитровку масла вот уже третий заливаю и подкрылки обработал и все щели забил под днищем вот возьмите сейчас и напишите мне правильно я сделал как говорится аппетит приходит во время еды да давайте покажу попробую если засвечивать не будет залил короче везде капает у меня во все лонжерона где можно где можно где нельзя везде залил и здесь залил давайте-ка мне напишите правильно я сделал неправильно а то что то я разошелся вот и замутил такую тему не знаю конечно это с одной стороны что ему будет за год даже если за год сейчас пыль присядет пленка останется да на следующий год буду жив здоров желание будет и машина это будет не будет не знаю да куплю жидкий мавиль и все то же самое обработаю вот по крайней мере скоро осень зима будет будем кататься по воде я надеюсь что эта маслянистая пленка хуже не сделает потому что хуже как она может сделать она сейчас во все щели протекает между швами металла образуется пленка это мое мнение вот надо сюда пороги поставить у меня пороги же есть еще вот сейчас вот здесь закончил колесо поставлю подкрылок на место поставлю машину переверну и займусь второй стороной ну уже снимать естественно я не буду смысл вам понятен что я сделал напомню это продолжение ролика называется ролик него ржавеет спустя 3 года владение обзор кузова вот там где мне покрасили я решил все пороги залить отработкой думаю что мне у меня получилось ну и заодно показал по лифту не знаю по лифту выйдет видео до или после выйдет но уже арентировочно вы будете знать не забывайте не забывайте переходить на телеграм канал мой него 007 называется также вк переходите подписывайтесь на мой youtube канал в телеграм канале него 007 вот сейчас я отснял вы это увидите может через месяц может через две недели а на моем телеграм канале это буквально через пять минут будет какие-то ну не полностью видео но основное будет то есть вы там уже можете вы узнать чем я занимаюсь на данный момент все пишите комментарии подписывайтесь и жду вас в комментариях давайте там правильно сделал неправильно там захейтите меня там дизлайки там лайки понаставьте мне давайте жду вас все обнял и